Наш эфир продолжает программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. — Добрый день. Рад всегда пятница. — Пятница, да. Вот я не знал об этом, но вы мне сказали о том, что Путин звонил Эрдогану. И это очень интересно. Если можно чуть подробнее об этом... — Да, потому что не сам факт звонка, естественно, а то, что там происходило во время этого звонка, показывает некий разворот, поворот изменения, не знаю. То есть как бы подтверждает наше подозрение о том, что сейчас происходит в бумах московской кремлевской верхушки. Вот в четверг, то есть вчера, на столе у Эрдогана, это Турция, господа, кто не знает, зазвонил телефон. Значит, кто говорит? Слон из посудной лапки. Звонил Владимир Владимирович. Звонок был сделан с просьбой Эрдогану стать посредником в переговорах с Украиной. И напомню, что переговоры между Россией и Украиной ведутся. И, как говорит Зеленский, в положительном направлении ведутся. Но, значит, зачем, если ведутся прямые переговоры, зачем вдруг прибегать к какому-то посреднику? Совершенно непонятно. Единственное, что это делается для того, чтобы как-то поменять требования. То есть, мол, мы на переговорах вот это, а сейчас я выхожу с новой группой требований, и вот теперь ни шагу назад от этого. Значит, предположив это, давайте мы с вами посмотрим и подумаем, оценим, вернее. Я вам расскажу, какие требования Россия до сих пор выставляет. Потом расскажу, какие требования Россия перестала выставлять, что еще более интересно. Вот, значит, по словам советника Эрдогана, такой есть Ибрахим Калина, это его советник по динаму национальной безопасности, и он, несколько человек присутствовал на этом звонке, то есть слушали, так сказать, ИТД, и советовали, наверное, что-то Эрдогану, как всегда, так сказать, происходит с руководителем страны, и рядом с ним сидят несколько специалистов, которые, так сказать, ему там помогают, реагируют, или принимают каким-то образом это участие. В общем, значит, Ибрахим Калина принимал в этом участие, и он сказал, что в качестве исходных Путин предложил целый ряд требований. Значит, первое, что Украина должна обязаться не вступать в НАТО, то есть в какое-то, может, какое-то другое сообщество, там, так сказать, содружество может, а вот в НАТО конкретно нет. На самом деле НАТО не принимало Украину и не собиралось принимать. Ну, конечно, так сказать, сначала агрессия, так сказать, сантименты изменились, и именно агрессия России и приблизила, на самом деле, Украину к тому, чтобы НАТО ее приняло. Но, значит, кстати, сам Зеленский сказал, что понимает опасения о России, и подавать заявку НАТО в какое-то там обозримое будущее он не будет. А, значит, вот ведущий Такер Карсон, которого, я думаю, что наши американские зрители знают хорошо, он на Фоксе, наверное, самый популярный сегодня, он сказал недавно, что, значит, Америка чуть было не начала ядерную войну с СССР, когда узнала, что на Кубе размещают ракеты, Хрущев, если помните, да. Так что из России, как сказал Карсон, логически можно понять, почему Россия сопротивляется ракетам в Украине. Я не во всем согласен с Карсоном, я пытаюсь обозначить просто позицию. Значит, что, конечно, не повод бомбить жилые кварталы, значит, а может быть там повод каким-то там экономическим давлением или чем-то еще заставить Украину отказаться от этой цели или предложить Украине какие-то там хорошие условия чего-то в обмен на то, что они отказываются. Есть много разных способов уговорить страну, с которой рядом ты живешь, не ставить ракеты, направленные тебе на твою столицу. Правильно? Вот. Путин выбрал такой способ, но, так сказать, Зеленский уже давно сказал, что никакой проблемы, так сказать, в этом нет. То есть первое требование даже не надо было озвучивать, потому что оно как бы с ним уже давно согласились. Второе требование – Украина должна отказаться от оружия, типа вот ракет дальнего действия, которые могут представлять угрозы для Москвы, Санкт-Петербурга и тому подобное. То есть практически повтор первого требования, да, так сказать, в другой форме высказанный. Окей, с этим уже давно все согласились. Третье. Русский язык. Извиняюсь. Те, кто хочет, должны иметь право разговаривать на своем родном русском языке, сказал Путин. Ну, бред, конечно, понятно, да. Думать они, кстати, тоже могут по-русски, но Путин этого не сказал. Значит, только пусть не думают, как русские, а на каком языке пусть думают, как угодно. Значит, ну, то есть это не требование всерьез, а для внутренней пропаганды, для того, чтобы сказать, тысячи наших солдат погибли не зря, а защищая могучий, там, какой он там еще, я забыл уже русский язык. Великий, великий и могучий русский язык. Вот. Это особенно смешно после бомбежек в Чечне, где во время двух войн погибло в общей сложности 250 тысяч этнических русских, которые говорили на этом самом русском языке, но это уже как бы другая история, да. Это было там, это здесь, ну и т.д. Вот. Четвертое, самое смешное, конечно, Украина должна быть очищена от нацизма. Особенно, конечно, семья Зеленского должна быть очищена от нацизма, у которого, значит, предки кучи погибло в Холокост. Вот. Но это требование нужно Путину, опять же, для своих внутренних, для своих граждан. А Украина может выпустить, скажем, меморандум о том, что недопустим нацизм на территории нашей страны, там, и закрыть это не вопрос, а пропагандистский тык. Вот. Путин также сообщил Эрдогану, что готов встретиться лицом к лицу с Зеленским. А Зеленский уже более трех недель сообщает, что он готов встретиться лицом к лицу с Путиным. На этой встрече Путин и предлагает обсудить некие основные требования. Вот. Основные требования. Вот эти основные требования и есть то самое, значит, на самом деле, на что теперь Россия соглашается. Потому что, ну, так сказать, все, что говорилось до того, как бы, ребят, понятно всем, да, что это, там, колебания воздуха, как говорят, горячий воздух выпускается изо рта. Кремль хочет, чтобы Украина признала Крым частью России. То есть отказ от любых дальнейших претензий на Крым. Это первое серьезное требование. Второе требование. Значит, Кремль хочет расширить ДНР и ЛНР до территории де-факто Луганской и Донецкой областей. На сегодняшний день они занимают где-то от трети до половины этих областей. А они хотят расшириться и практически по границе областей. То есть, ну, на самом деле, так сказать, весь угледобывающий регион Донбасса сделать независимым от Украины и т.д. и т.п. Значит, никаких афилиаций с Россией пока не предлагают. То есть, практически оторвать этот кусок Украины и от Украины. А не упоминалось. Вот что теперь не упоминалось? Это два серьезных требования, уже связанных с территориями, с признаниями, с нескоребанием воздуха, а с чем-то значительно более серьезным, с границами. Не упоминалось Минские соглашения, что поразительно, потому что в течение всех этих лет Путин требовал их исполнять. И Байден последний год все время говорил, что он абсолютно согласен с Путиным, что Минские соглашения должны явиться основой взаимоотношений между Россией и Украиной. Напоминаю, что Украина практически с пистолетом у виска. Здесь сказали, подписывай, иначе, так сказать, каюк украинцы подписали. В ужасе от того, что они подписали, для того, чтобы остановить братоубийственную войну, и вообще, так сказать, кошмар, который тогда творился. А как только отклимали, стали говорить друг другу, мы что, с ума сошли, что ли, мы будем сопротивляться, мы не будем ничего такого делать. А Россия, естественно, настаивала, что... Они нечестно себя ведут, потому что они подписали, это стоя, называется, на коленях и с дулом у виска, ну, а сейчас, значит, они отказываются. Опять, так сказать, пусть, что называются, мировые суды и сообщества разбираются в этом. Так, второе, что не упоминалось, что, я думаю, самое важное, это передел конституции Соединенных Штатов, Соединенных Штатов, Украины. Россия требовала, чтобы, значит, Украина стала федеративным государством, в которое Донецкая и Луганская области входили бы, как две, как бы, так сказать, федеративные, там, называемые, республики, да, туда, и имела бы право в вето на любые решения, так сказать, с правительства. То есть, иными словами, передавало, де-факто, управление Украины Российской Федерации. Вот это требование ушло куда-то. То есть, Эрдоган его не получил, потому что нам вот этот самый его ассистент, его помощник по национальной безопасности, Советник по национальной безопасности нам доложил. Вот. Что все это значит, почему вдруг сам Владимир Владимирович, не доверяя своим переговорщикам, вдруг связался с Эрдоганом и начал привлекать посредника вместо того, чтобы ввести приборы на переговоры. Все то же самое, можно было теоретически сказать, на переговорах с украинской стороной. Значит, во-первых, ждать уже нельзя. Проблемы внутри России растут. Напряжение в стране может привести к дворцовому перевороту. Второе. Путин понял, в конце концов, понял, что он залез в авантюру. И что его войска были готовы сражаться с маленькими, типа Грузии, с населением 4,5 миллиона человек, нациями, но совершенно не способны воевать с армией страны в 45 миллионов человек, даже при том, что у них 3-4 раза превышение количества танков, пушек, ракет и тому подобное, и полное превосходство в воздухе над украинской армией. Тем не менее, они оказались абсолютно не способны воевать с такой армией, которая готова сражаться и готова умереть за каждый метр своей земли. Далее, Путину, его клики, надо срочно искать выход. И он в мирном договоре, при котором де-факто Россия уберется в берлогу, по большому счету ничего не завоевал, потому что сейчас это первые требования. Ну, всем понятно, что первые требования обычно в договорах не очень срабатывают. Всегда обе стороны уходят на какие-то другие позиции, что какой-то компромисс исчется. И он, публично, тем не менее, убравшись, зализовая раны, Путин может объявить, что Крым наш, нацисты убраны, НАТО отодвинуто. И Путин, значит, с решимостью Александра Македонского, уборотливостью, изворотливостью Толейрана и хитростью Макеавелли, думает, он такой вот крутой произнес, вот, так сказать, эту речь Эрдогану, а надеется, что он, так сказать, на трибуне, там, где там у них трибуны, на Дворцовой площади, на Дворцовой, как называется, на Кремлевской этой площади, да? Красную площадь. Да-да-да, Красную площадь, да. Он произнесет победную речь, при этом, значит, уговорив Запад снять с него санкции, или, по крайней мере, часть санкций, как часть сделки по поводу вывода войск из Украины. То есть, на самом деле, де-факто, это будет бегство из Украины, за что ему, так сказать, там, простят это, простят то. И он надеется, что таким образом он обманет в очередной раз свой собственный народ, где обманет, где прижмет, где зажмет, где в концлагерь посадит, где что-то еще. А Запад, которому, в общем, конечно, выгоднее, чтобы там не было войны и торговать, чем накладывать санкции и самим от этого терпеть, вернет ему обратно, так сказать, статус, так сказать, уже без амбиций в какую-то такую сторону. И, я думаю, достаточно скорый уход Путина, человека Путина, значит, из правления этой страны. И, в общем, он наложил полные штаны и ищет выход. А люди тем временем гибнут. Вот, вот, что бы ни было, а Украина и мы все должны пытаться оказывать влияние, давить давление, оказывать на Путина и Россию. И один из способов, например, мы поместили на нашем веб-сайте камертон.глобал петицию на двух языках, по-русски и по-английски. Петицию с требованием начать судить Путина как международного военного преступника. Вот каждый человек, господа, это не стоит вам ни одной копейки, это не страшно, это не сложно. Пошли туда, Сережа разместит ссылку на камертон у себя на веб-сайте. Зашли, увидели слово петиция, если оно по-английски, то поменяли язык, там написано русский и английский. Вошли в тот язык, который вы хотите, заполнили, кликнули, и оно пошло. Мы хотим собрать миллион подписей и отправить это сначала всем нашим конгрессменам, всем нашим сенаторам, всем нашим представителям, а потом в Гаагу, чтобы знали, что огромное количество людей требует, чтобы они не прощали Путину то, что произошло. Потому что у них, конечно, будет желание, что сказать, вымыть руки от всего этого, отряхнуть, что называется, и прочее, и двигаться вперед с улыбками на лице. Мы не хотим, чтобы с улыбками на лице. Мы хотим, чтобы в клетку и в Гаагу, причем в клетку не золотую, а очень железную и очень ржавую по возможности. Так что, Кобертон.глобал, петиция, очень надо, чтобы вы подписывали. Вот, Сережа, я думаю, что я ответил на вопрос. Да, но вот то, о чем вы говорите, это имеет огромное значение, потому что, похоже, Запад бесхребетный вполне может повести себя так, как вы предсказываете, а Путин не собирается уйти в отставку. Вы упомянули, что там, возможно, возможный какой-то дворцовый переворот, но на самом деле он предпринимает какие-то меры. Вот информацию, которую мне переслали, президент Российской Федерации поручил начальнику контрольно-ревизионного управления администрации президента Дмитрию Шалькову, начальнику Следственного комитета Бастрыкину, генеральному прокурору Краснову и первому заместителю директора ФСБ Королёву провести тщательную проверку средств, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине и формирование пятой колонны, начиная с 2014 года и по 22-й. А теперь самое интересное, кто же в числе подозреваемых? В хищении средств подозревается главный куратор украинского направления, который отвечали за дестабилизацию Украины на протяжении последних восьми лет. Среди них бывший помощник президента Сурков Владислав, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем, генерал Владимир Чернов, преемник Чернова на его посту Игорь Маслов, начальник пятой службы ФСБ, генерал Беседа, глава Россотрудничества. Беседа и его первый помощник уже четыре дня сидят под домашним арестом. Примаков и так далее. В общем, там дофига у Путина считает, что эти лица не развивали украинское направление ложным образом и так далее. В общем, речь идет о том, что якобы они разворовали 5 миллиардов долларов. Поэтому компания, о которой так громко заявил президент Путин, провалилась. Ну, конечно, надо же найти кого-то, кто в этом виноват. Правильно? Сурков – это интересно. А все остальное – это понятно. Это, так сказать, ну, там большие люди, но пешки с точки зрения Кремля. А сурков – это интересно. Это нашли уже какую-то крупную фигуру, на которую что-то свалить. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Здравствуйте. Уважаемый Леон, вы знаете, я с вами, как говорится, совершенно-совершенно согласна. Просто я хотела бы сказать, что почему он не упомянул вот эти требования минских соглашений, потому что он их сам нарушил. Он же объявил эти незаконные образования как бы независимыми и легальными. Все время их пытался впихнуть в тело Украины, и через них как бы давить на Украину, и через них запрещать что-либо делать то, что нужно было бы Украине. Потому что они были бы совершенно равноправными, и как в Евросоюзе могли накладывать вето. Вот, поэтому вот эти вот пункты не были упомянуты. Но вообще, я согласна, что он, ну как, он должен сидеть в Гааге, но дело в том, что у нас же в Евросоюзе, ну и вообще в Европе, и во всем мире, тем более Байден это вообще его соратник, вот, сидят люди, которые боятся атомной войны. Поэтому мне такая боязнь, что они никогда его ни к чему не привлекут. У него, что еще не было ядерного оружия, так его привлекли. А этот защитил себя. Спасибо большое. Ну, конечно, в этом опасности ядерного оружия, скажем, у Ирана или у кого-то другого, что как только их начинают прижимать, они начинают говорить, а если вы там вообще нас дожмете, то мы бросим на вас ядерную бомбу. А, иными словами, вот у таких людей, которые, таких государств, таких людей, таких групп, у которых есть атомная бомба в руках, их добить невозможно. На самом деле, я лично, я считаю, что никто в Иране не будет бросать атомную бомбу на Тель-Авив или на Иерусалим, тем более на Иерусалим, никто в Москве не будет посылать атомные бомбы в сторону Вашингтона, там, Нью-Йорка и тому подобное. Но, так сказать, от того, что я считаю, не означает, что мы не должны по этому поводу думать, нервничать и пытаться установить какие-то превентивные меры. Ну, это такая, вот такой вот способ теперь, почему Украина сдала свое ядерное оружие и оказалась ситуация, при которой ей нечем пугать мир. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алла, здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Вот я хочу спросить, то есть мне было давно понятно, что наш Бидон дружит с Путиным, и они, наверное, друг друга стоят, но мне непонятно, за какие ковришки он помогает вот этому вот головорезу. Я никак не могу это понять. То есть что-то, наверное, Путин знает про Байдена и держит его за хвост. И второй вопрос. Я никак не могу понять, почему нужно договариваться с Ираном через последствия России. Они не могут просто так, тет-тет-тет, и не поговорить. Все время была большая дружба, когда был Обама, а Бидон – это просто то же самое, что Обама. И вот за что, и почему нужно мы сидим на этой нефти? Почему он не может открыть все-таки кистот? И нужно брать нефть у этих головорезов. Спасибо. Послушаю по радио. Ну, три вопроса заданы, примерно часа на полтора – два ответа. Я попробую. А у меня такое ощущение, Сережа, что мы уже подошли к перерыву. Может быть, мы сейчас тогда, я меньше чем 10 минут не уложусь никогда в это дело. Давай мы уйдем на перерыв, а после перерыва я сразу же буду отвечать, а мы потом уже будем принимать звонки. Хорошо? Хорошо, договорились. Возвращаемся в программу Лена Вайнштейна «Голос здравого смысла». У нас есть вопросы, на которые сейчас ли он ответит. После этого мы обязательно примем ваши звонки, если у вас будут вопросы. Да, дайте 7-8 минут. Значит, у меня было на самом деле три вопроса. Почему Байден помогает Путину? Почему привлекли Россию к переговорам с Ираном? И почему сидим и не открываем нашу нефть? На самом деле все эти вопросы взаимосвязаны. Как, наверное, спрашивающая женщина, возводившая, понимала, поэтому она их задала как блок. И, ну, давайте, тем не менее, начнем с первого. Почему Байден помогает Путину? Может быть, три варианта. Мы никогда не знаем, какой обоим. Мы можем, так сказать, в процентном отношении распределить, что мы думаем более возможно, менее возможно. Первое – это мы понимаем, что на семью Байденов и на самого Байдена может быть какие-то материалы, которые могут привести к очень неприятным последствиям, включая тюрьму, тюремные сроки и тому подобное, как сыну Байдена Хантеру, так и его брату, и так, возможно, самому Джо. То есть первый вариант – это шантаж, поэтому Джо делает все возможное, чтобы показать тому, у кого есть на него эти материалы, может быть, Китай, это может быть, Россия, мы не знаем, да? А что он не делает ничего такого, чего он не может не делать. Там пример этого – это Байден всячески старался не называть Путина военным преступником, а когда стало понятно, что Конгресс готов проголосовать за это, причем большинством голосов подавляющим, то есть он не сможет наложить вето, то он выступил и сказал, что Путин военный преступник. И т.д. Так сказать, всякие другие вещи там происходили. Теперь, значит, то есть шантаж. Я не знаю, какой процент на это дать, но давайте посмотрим на остальные варианты. Некая выгода личная, которая либо он, либо его семья, либо его партия, либо его группа, либо кто-то, кто-то, кто-то может с этого получить в ущерб, скажем так, Америке или, так сказать, там, независимо от Америки. Что такое личная выгода? Ну, например, там очень много денег, например, да? Или, например, перевыборы в 2024 году, то есть большое повышение рейтинга. Или, например, получение там Нобелевской премии за то, что он предотвратил Третью мировую войну. Или что-то еще такое. И что-то такое связанное с тем, что ему очень хотелось бы, очень нужно. И поэтому он готов идти на всякие вещи, которые, может быть, и не очень хороши для Соединенных Штатов Америки, но ему помогут. Вот на это я дам большой процент. Поговорим через минуту какой. И последний вариант возможный, что, может быть, он сам и его окружение, имея совершенно другие исходные какие-то данные, другие мысли, другие взгляды, другую позицию, считает, что вот именно так он и помогает Америке, миру и тому подобное. Вполне возможно, что Байден считает, что самая большая опасность для человечества – это потепление. Или, так сказать, выбросы углекислого газа. Мы не знаем, может, действительно так считают. Да, мы считаем, что так считать может только идиот, но таких идиотов полземного шара. Да, вполне возможно, что он считает, что хорошее отношение с Россией и оторвать ее от Китая – это потрясающая идея, и стоит отдать, разменяться, монетку отдать под названием «Украина», и поэтому он действует таким образом. Вполне возможно. Идиотизм, наверное, с вашей точки зрения, но вполне возможно, что у него есть какие-то вот такие вот идеи. Итого, я бы сказал так, что я бы дал 51% на то, что у него есть какая-то вот личная заинтересованность, личная, может быть, партийная заинтересованность, групповая, там, какая-то еще. То есть, что-то такое, что ему хочется или нужно получить, наплевав, по большому счету, на нужные Соединенные Штаты Америки. Я бы дал еще, наверное, к этим 50% процентов 25-30 на то, что окружение его считает, что то, что они делают – это хорошо для Америки или для мира. И я бы дал процентов 15-20 на то, что есть какой-то способ его шантажировать у России, либо у Китая, либо у кого-то еще. И он безумно боится, что это выскочит все наружу. Вот мои соображения, почему Байден помогает Путину, потому что он явно совершенно ему помогает. То есть, он, скажем, делает какие-то вещи только тогда, когда, знаете, у меня дочка младшая, очень интересно, вот она вела себя следующим образом. Она ничего не рассказывала, ничего не признавалась, когда в школу ходила, прогуливала, не знаю, что-то еще там у нее происходило, пока она точно не знала, что 100%, что мы это знаем. И вот как только она выясняла, что мы это знаем, она нам признавалась. Вот, так сказать, такая же приблизительно, я думаю, позиция сейчас у Путина, когда он уже ничего не может сделать и ничего не может остановить, тогда он хватает за это и становится во главе этого дела. Вот приблизительно моя позиция по этому поводу. Теперь, значит, почему мы привлекаем Россию к переговору с Ираном? Очень связанный с первым вопросом. Потому что мы пытаемся помочь России. А как еще больше помочь России, чем сделать ее необходимой Америке? Сознание людей сделать Путина не только злодеем в Украине, но и, с другой стороны, человеком, который помогает нам в каких-то очень важных для нас делах. То есть остановки вооружения, атомного вооружения Ирана, да, так сказать, proliferation, то, что называется, остановить. Вот это основная причина, потому что, ну, никаких причин не использовать, скажем, Керри, у которого in-laws, то есть, ну, махатунем по-нашему с вами, иранский министр, по-моему, то ли иностранных дел, то ли чего-то еще, я сейчас забыл, кто он. То есть не то, что там, так сказать, легко, но легче легкого, да? Взялись, связались и вышли на самый высокий уровень и общаемся сколько угодно. Вот зачем передавать это Путину? Это полная фантастика. Значит, для того, чтобы, похоже, нас обмануть. А теперь, почему мы сидим и не открываем свою нефть? А вот это вот самый интересный вопрос. И заключается он в следующем. Если Путин, если Трамп, какой Трамп, что я такое говорю? Если Байден вдруг открывает нефть, он этим расписывается, в том, что вся политика, его администрации, все, о чем они орали, 4 года правления Трампа, и год они орут сейчас, все было ошибкой, враньем, глупостью и привело к кошмарным последствиям. Поэтому они вот укакаются, но не сдадутся. Вот это вот, с моей точки зрения, единственная причина, почему мы сейчас ничего не делаем такого, чтобы действительно решила эту проблему. А именно обвалить нахрен фьючерсы на российскую нефть, обвалить фьючерсы на российский газ, и предложить альтернативу Европе и всем, кто хочет, получать от нас энергоносители, а не из России. И быстро-быстро-быстро решила бы, так сказать, ну, не все проблемы, но такие, так сказать, у людей бы повернулась голова, сразу же, а, окей, и начали бы совершать значительно более резкие поступки относительно России, чем совершаются сейчас. Вот я думаю, что приблизительно так. Так что если звонки, давайте их принимать. Да, вот по поводу санкций, по поводу бензина, нефти и так далее. Во-первых, сейчас мы попадаем в зависимость от Ирана, поскольку мы будем закупать нефть в Иране, мы пытаемся, во-первых, во всяком случае, идут переговоры с Венесуэлой, с Ираном и так далее. А если мы будем добывать свою нефть, то Иран нам, как бы, в общем-то, и ни к чему. Вообще, эта сделка с Ираном, на мой взгляд, она была продиктована особым отношением Барака Хусейновича Обамы к мусульманскому братству. То есть развязать Ирану руки. Вы помните, там разморозили 150 миллиардов долларов. Конечно, 160 миллиардов долларов плюс наличкой. Плюс наличкой, да, отправляли. То есть какая-то совершенно дикая любовь к Ирану и лютая ненависть к Израилю. Так вот, ни для кого не секрет, что ЗИЦ-председатель – это такое продолжение обамовской политики. Там люди заправляют, на самом деле, и Сюзен Райс, и этот Саломан. Это все обамовские люди из той когорты. То есть политика продолжается та же самая. Ненависть к Израилю, любовь к братьям-мусульманам. Теперь, что касается России. Россия должна была объявить технический дефолт. Что не подошло время выплачивать по облигациям в Европе. По контракту она должна выплатить в долларах. Потому что, ну, так записано в контракте, что не может она рублями рассчитаться. Тем не менее, с позволения Байдена, потому что Министерство финансов не могло дать разрешение Сити Групп получить рублями выплату, значит, это наверняка распоряжение шло с самого верха. И Сити Групп сообщила о том, что Россия погасила долги по облигациям. То есть вытащили Россию из этой ситуации. Хотя, если бы Россия объявила дефолт, это было бы довольно болезненно для нее. Но, тем не менее, спасибо Бидону, большому другу Украины и Израиля, как некоторые думают. Он спас Россию в этой ситуации. Теперь, что касается Китая. Саломан Блинкин очень громко заявил о том, что если, так сказать, Китай начнет помогать России, то он за это очень даже дорого заплатит. Такие громкие слова произносят. А мне почему-то подумалось, что у нас нет никаких рычагов влияния на Китай. Абсолютно никаких. Ну, мало того, что Байден куплен Китаем с потрохами, просто куплен с потрохами. Он никогда ничего не сделает. Они могут только слова произносить громкие с трибуна. Называть Путину преступником, так сказать, военным и так далее. Говорить, что мы Китай накажем. Сейчас выясняется, что санкции против России оставляют нас без зерна, без удобрений. То есть фермеры начинают визжать, что будем делать, как будем дальше жить. Поэтому не знаю, чем это законит. А вот что касается Китая, какие санкции против Китая мы можем применить? Китай уже договаривается с Саудовской Аравией, а Китай закупает примерно четверть всей добычи нефти в Саудовской Аравии, что они будут рассчитываться юанями. То есть эта администрация, вообще мы должны признаться, что Америка существует вот в таком благополучии благодаря тому, ну, благодаря, во-первых, системе, благодаря Конституции, которая еще пока жива, ну, уже от которой оторвали куски здоровые. И капитализма как такового у нас практически уже нет. Там у нас значительная часть населения живет при коммунизме. То есть ничего не делая, а просто живет и все. Так вот, что касается Китая, я не знаю, что мы, если мы какие-то санкции... Ну, у нас есть, Сережа, только одно оружие, которое мы никогда не применим. И оружие это называется перестать покупать товары китайские. А все делать мы этого не будем, потому что мы сразу же уровень жизни в Саудовской Америке уплавили. И не только, так сказать, мы загнемся вот в этом смысле, мы загнемся в буквальном смысле, потому что значительную часть составляющих компонентов и непосредственно лекарств мы получаем из Китая. А некоторые, мне кажется, 100% просто не делаем больше в США. Но если вот ты начал говорить, а потом как бы ушел в другую сторону, одна из причин благополучия США заключается в том, что нам для того, чтобы заработать 100 долларов, надо потратить 13 центов и просто напечатать. А любому другому, для того, чтобы заработать 100 долларов, надо произвести товара на 100 долларов. То есть, мы берем и печатаем любое количество денег, ну, там, любое нет, потому что он полетит вниз. То есть, то, что наша валюта является основной обменной мировой валютой, держит нас на плаву даже в тяжелые времена. Абсолютно. 80% долларов, которые находятся в обороте в мире, это вообще просто напечатанные бумажки. И эта администрация делает все, чтобы, во всяком случае, все ее действия могут привести к тому, что доллар может перестать быть резервной валютой. И тогда... Возможно, что это одна из целей глобалистов этой администрации. Абсолютно. Это возможно. Абсолютно. То есть, это не ошибка, а возможно, что это то, о чем говорил Сорос в свое время. Всегда, да. И новая, так сказать, проговаривается современная монетарная политика. И она предусматривает бесконечное печатание денег. То есть, они считают, что на самом деле никаких проблем нет. Если нам нужны деньги, мы напечатаем еще денег. Это говорит профессор, который консультирует, и у которого, по-моему, мозгов совершенно нет. То есть, элементарные вещи. Чем больше денег мы печатаем, тем меньше они стоят. Ну, конечно, когда у тебя много домов на рынке и мало покупателей, дома падают в цене. Когда мало домов и много покупателей, они растут в цене. Ну, просто посмотрите, называется supply and demand. Все очень легко. Ну, это не укладывается в марксистскую теорию. А у нас, к сожалению, они черпают какие-то вообще удивительные вещи происходят. Ну, просто удивительные. И это путь к катастрофе. Ну, конечно, идеи расизма, которые ввели в США в обучение, в школы, на работу, в армию и тому подобное, они разрушительные. Мы всегда строились на том, что мы от плохого идем к хорошему. А сейчас выяснилось, что так как одна группа населения делала кому-то другой группе плохое, то мы сейчас должны разрешить этой другой группе населения делать плохое первой. То есть, какой-то, ну, бред полный. Типа, знаешь, я там ставлю видео там о чем-то у себя на канале и рассказываю о том, там, Россия там напала на Украину, делает то-то, то-то и то-то. Значит, кто-то обязательно напишет. А что, Америке можно бомбить Югославию, а нам нельзя? Вот меня поражает-то логика, потому что, нет, нельзя, Америке тоже нельзя бомбить Югославию. Мы точно так же говорили, что нельзя этого делать, как говорим сейчас. А говорить, вот, он плохой, поэтому и он там убийца, поэтому я тоже могу стать убийцей, это какая-то полная ахилея. К сожалению, то же самое, с тем же самым я сталкиваюсь и в своих постах, в комментариях. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, спасибо большое, что делали эту сумму, но еще один вопрос. Дело в том, что когда Байден закрыл кистон и остальные нефтедобывающие центры и стал покупать нефть у России, мне было понятно, зачем это он делает. Он его поддерживает. Но, опять-таки, ведь Путин никогда не остановится на Украине, он пойдет дальше. Границы его не интересуют. Он, его интересует только быть большим человеком по всей планете. Вот, не знаю, что просто... Или это как-то... Знаете, что я, извиняюсь, я вас приведу. Спасибо, огромное понятие. Это самое, дайте возможность, потому что мы уже приближаемся к концу. Мы не знаем, что в голове у Путина, и поэтому говорить, что Путин хочет этого и этого, мы просто не знаем. Ладно. Мало ли там, какие у него там в голове или не в голове, так сказать, идеи. Дело в том, что реальность говорит следующее. Армия Путина показала, что она не дееспособна против серьезного противника. Промышленность Путина показала, что она не может ничего выпускать без того, чтобы комплектующие, составляющие и тому подобное привозились бы с Запада. И единственное, что у Путина осталось, это энергоносители. Энергоносители и огромное количество территорий. Значит, вот, что ему остается, это не нападать на остальной мир, а начать торговать своей территорией. Я думаю, что в очень скором времени мы услышим, увидим, а может не услышим, увидим, но постфактум узнаем, что Сибирь была де-факто, частично, по крайней мере, передана на разработку Китаю. Они и так уже там сотни тысяч китайцев там сидят, очень многие из них женятся на российских женщинах. Российские дамы говорят, что, я довольно много слушал и изучал этот вопрос, говорят, что китайцы работящие, не пьющие, не дерущиеся и, значит, мы лучше, чем наши мужики. Поэтому, значит, вот сибирские девушки, им нравится выходить замуж за китайцем. А наводняется Сибирь-Китай, а вполне возможно, де-факто, часть Сибири перейдет там на 99 лет, как Аляска, да, перейдет на 99 лет, пойди теперь отнимай ее. Вот, перейдет в Китай. Мы посмотрим на все это. Но, по крайней мере, у Путина больше нет никаких возможностей захватывать ничего. Что касается Аляски, по-моему, российский законодатель один там выступил, что нам пора вернуть Аляску. Это первое. А теперь по поводу того, я все пытался найти некое рациональное, хоть что-то рациональное в том, что сотворил Путин. Я не знаю, я просто столкнулся с информацией, где речь идет о том, что на шельфе Крымского полуострова открыты залежи нефти. То же самое в Донецкой или в Луганской области открыты залежи нефти и газа сланцевого. И, в принципе, там даже некоторые компании большие пришли туда с инвестициями, сейчас ушли оттуда. В принципе, как бы речь идет о том, что Украина могла составить Путину реальную, имеется в виду Россию, реальную конкуренцию, продавая в Европу газ. И вот что именно это послужило как бы поводом, ну, конечно же, не защита русских, потому что русских сейчас... Может быть, конечно, да. Я думаю, что, как всегда, не одна причина, а целый ряд, как всегда, что-то складывалось, не складывалось. Определенный момент. Они давно ждали момент Байдена, очень слабый президент, бегство из Афганистана, проблемы с рейтингом внутри страны, проблемы с Камалой Харрис, которая просто показала, что она не просто, там, на то слово, про которое неприлично говорить по этому самому, но еще идиотка. И т.д. То есть, момент был найден, конечно, были причины, причины, раз, два, три, четыре, пять, можно там считать. А главное, что в этот момент, я думаю, Путину поступали постоянные, так сказать, отчеты, что у нас победоносная армия, такая, что мы в два дня захватим Украину, в третий мы очистим Киев, Зеленский клоун, трус, убежит, страна обезглавлена, генералы переходят на нашу сторону, половина Украины, как минимум, мечтает, чтобы российские танки прошли, так сказать, и дошли, как когда-то Германия в Австрию, аншлюз сделан и тому подобное. И вот это комбинация всех этих вещей, и я очень не удивлюсь совсем, если и вот эта причина тоже играла какую-то роль. И еще один вопрос по поводу ковида. Сенат проголосовал за отмену обязательного ношения масок на транспорт, потому что сейчас как бы маски отменили, обязательные везде, кроме общественного транспорта, аэропортов, самолетов и т.д. Сенат проголосовал за отмену этого обязательного. Не знаю, как Нижняя Палата, по-моему, Пелоси уже высказалась против этого законопроекта. И тут вдруг опять выскочил доктор Фауст и начинает нагнетать атмосферу, что, дескать, расслабились, а нужно готовиться к тому, что все может вернуться, и новый штамм уже где-то обнаружили. Да, в Китае он еще страшнее, чем этот, но это как-то они тут же, так сказать. А потому что Pfizer выпустил сейчас четвертую, второй бустер, т.е. на четвертую вакцину, и надо же продавать, они уже, потому что, давайте, деньги поделили все эти, там еще триллиончик разбили. А тут вдруг какой-то Сенат мешает им зарабатывать деньги. Ну, надо нахрен поменять Сенат там и т.д. Как вы думаете, демократы предпримут какие-то шаги вот перед выборами для того, чтобы... Нет, 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 они даже будут, знаете, вот есть такой замечательный пример, как ловить обезьян, а, значит, берешь бутылку, привязываешь ее к дереву, скажи, что оторвать невозможно, и кладешь в бутылку банан. Обезьяна засовывает руку, хватает банан, и вот теперь руку эту она из бутылки вынуть не может. И происходит феномен. Ее ловят, она визжит, она пытается вырваться, но она банан не отпускает. И так ее... Это основной способ, так сказать, ловли обезьян. Так вот, я думаю, что с демократами то же самое. Вот они уже запустили руку, они уже схватили этот самый миллиард или триллион и прочее, да. Они будут визжать, кусаться, орать, нервничать, плакать, но банан они не отпустят. Но я имел в виду несколько иное, это понятно, я имел в виду несколько иное. Не предпримут ли они шаги, там, карантин жесточайший и так далее, чтобы не допустить честных и справедливых выборов? Да, 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 да. Я абсолютно в этом уверен. Фаунчина это работает, и китайский якобы вирус еще более страшно на это работает. Сейчас они, так сказать, либо ищут, либо разрабатывают что-то пострашнее, для того, чтобы там где-то что-то началось, чтобы можно было продолжать выбираться без выборов. То есть, ну давайте попробуем еще принять звонок, у нас есть еще минутки 3-4 времени. Добрый день. Добрый день. Я приехал из Киева. Но как гражданина Соединенных Штатов, принимавших присягу, меня больше всего интересуют проблемы Америки. Меня интересует, поскольку дети наши, мальчики, от 18 до 27 лет, являются резервом американской армии и могут быть призваны в любой день, меня больше всего волнует, чтобы не призвали наших внуков и не послали куда-либо защищать неизвестно кого. А Путин и Зеленский, пусть ими будет умнее, разберутся, что надо контактировать. Я не буду излагать свое мнение, потому что они совпадают с вашим. Но я считаю, что мы, как американские граждане, должны думать, что мы потратили 3 триллиона, выбросили. Они известно на что на Востоке. Это наши дороги, больницы и все прочее. Каждый джавелин стоит полтора миллиона долларов. И десятки уже этих джавелинов попали в руки этих непризнанных... Я понял вашу позицию. Вы человек прорусский и пытаетесь уговорить нас не помогать Украине. Я понял. Давайте я отвечу. Повесьте, пожалуйста, трубочку и отвечу. У нас осталось 2,5 минуты времени. Хорошо? Значит, я много раз высказывал свое мнение о том, что мы, Америка, не должна вмешиваться в региональные войны. Там Замбия нападает на Мобибию какую-нибудь. Да, почему мы должны мчаться и нашими деньгами, и нашими жизнями, и нашими чем-то еще, и репутацией нашей, что-то менять. И вот точно так же, когда начинался конфликт в России и Украине, я, хотя мне значительно ближе эта часть света, и более эмоционально я к этому отношусь, чем к Замбии, например, хотя там тоже живут люди, их тоже убивают, и тоже их жалко, но эмоционально мы все ближе к этому, там и родственники, и друзья, и культура, и т.д. Вот, я был против того, чтобы мы вмешивались. Но прошло 22, сколько, 22 или 23 дня уже, да? И стало понятно, что эта война, которая, во-первых, происходит с нарушением всех норм ООН, а мы члены ООН, и как члены ООН мы подписались под определенными обязательствами что-то делать по этому поводу. Значит, я небольшой знаток законов, но с моей точки зрения, не ООН, а не НАТО и Америка, а именно ООН, наплевав на вето от России, от Китая и прочее, должно внутри ООН решить, что они должны всеми силами остановить это кровопролитие и убийство людей, и как минимум установить no-fly-зон над Украиной. Чтобы это не была Америка, а была ООН, потому что еще раз мы подписали чартер, который говорит, что он создалось конкретно, вот конкретно для вот таких вот вещей, которые сейчас происходят. Так что, значит, защищать людей надо, и я с удовольствием трачу свои деньги, значительно большим, за то, чтобы помогать Украине, чем заниматься фигней с экологией. На этом все. Ну вот, на этом мы, пожалуй, будем заканчивать. Леон, огромное спасибо. Как всегда, здорово, содержательно. Спасибо большое, да. И до встречи. Я люблю по пятницам приходить в Чикаго и разговаривать с чикагцами. И напомните еще раз о петиции. Да, петиция камертон.глобал. Я пришлю этот самый сноску. Ссылку, пожалуйста, поставьте ей, ребята. Все заходите, все подписывайтесь. Это очень надо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok